Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристины Рабина. Чем запомнились анапчанам и гостям курорта минувшие 7 дней и как эти события повлияли на жизнь города-курорта, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. На этой неделе мы стали свидетелями беспрецедентного события. Более 107 миллионов рублей – такая сумма направлена в этом году на ремонт дорог в Анапе и сельских населенных пунктах. Дорожная техника работала там, где это было необходимо в первую очередь. Приоритеты расставляли, учитывая мнение анапчан и заявки глав сельских округов. В начале недели мы познакомились с главой Гайкадзорского сельского округа. Рувант Наранян работает в этой должности 4 недели, а живет в Гайкадзоре с рождения. Здесь жили и предки Руванда Рафиковича, здесь живет его семья. Жители Гайкадзора собрали более 3000 подписей в его поддержку под письмом в адрес главы города. Не дожидаясь назначения, насельчане шли к нему за решением проблем, а теперь и сами предлагают помощь. Мы познакомились с главой Гайкадзорского сельского округа и убедились – жители правы. Свой человек и профессионал на своем месте. Жители станицы Гостогаевска минувшую субботу провели с пользой. В станице прошел день здоровья. Бесплатный прием вели 17 врачей самых востребованных у станичников специальностей. Подведены итоги уборки урожая. Торжества по случаю окончания осенних сельхозработ прошли в станице Гостогаевска 18 ноября. Аграрии пригласили анапчан на праздник урожая. Гостей провели по выставке сельхозтехники и ярмарке лучшей местной продукции. В фойе станичного дома культуры также презентовали выставку предприятий переработки. Глава Анапы Сергей Сергеев оценил ассортимент районных товаропроизводителей. И позже ярким завершением дня урожая стал праздничный концерт. Для гостей праздника приготовили каравай. Работников агрокомплекса, добившихся наибольших результатов, глава курорта Сергей Сергеев отметил почетными грамотами. 700 рублей за освобождение от проверок отдела Роспотребнадзор, 2000 за сертификат добросовестного предпринимателя и брошюры с новыми законами. Мошенники представляются сотрудниками отдела Роспотребнадзора и других госслужб и вымогают у жертв проверок деньги. Начальник отдела Роспотребнадзора Лариса Медведева прокомментировала проблему. Никакого отношения сотрудники госслужбы к проверкам не имеют. Предпринимателям стоит запомнить их права под защитой закона, а проверки проходят только с предупреждением накануне, за три дня до плановой проверки и за 24 часа при внеплановой проверке. Азово-Черноморская хамса – популярный сегодня товар на рынке курорта. Вот только торгуют деликатесом, часто из-под полы. Специалисты Управления муниципального контроля торговли и потребительского рынка провели мониторинг улиц курорта. Выявили незаконные торговые точки по продаже рыбы. Уважаемые покупатели, анапчане – гости города. Спрашивайте документы на товары продавцов, чтобы не обмануться в ожиданиях. В Анапе поселился иностранец – немец с отличным звучанием. Новый рояль премиум-класса «Бехштейн» презентовали на концерте музыканца с мировым именем. Инструмент высокого класса в Анапе ждали давно. Сегодня он стоит на сцене благодаря усилиям работников городского театра, управления культурой, главы курорта Сергея Сергеева, Андрея Ярошинского и других неравнодушных людей. За то их дыхание зрители старались уловить каждый звук. В одном концерте с именитыми музыкантами выступил юный напчанин Георгий Ибрагимов. Георгий занимается музыкой уже 8 лет и мечтает стать дирижером. Мировая звезда Андрей Ярошинский пообещал Анапе много хороших концертов в будущем и улетел в Мадрид радовать европейскую публику. Вот такой мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоге мы в выпуске программы. Глава города-курорта Сергей Сергеев провел выездной прием граждан в станице Анапской. Знакомьтесь, трусинная мама. Необычное хобби сделала анапчанку знаменитостью. И сейчас обо всем подробнее. С понедельника, 24 ноября, Анапский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг будет работать по новому адресу. Улица Шевченко, дом 288А. Время работы с понедельника по пятницу с 9 до 20 часов. Без перерыва. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии нового помещения. Новоселье Анапский многофункциональный центр справил в новом жилом районе на улице Шевченко. Во дворе большая парковочная площадка. Под учреждение отдан первый этаж многоквартирного дома. Вход с двух сторон оборудован и для маломобильных граждан. Все сделано для удобства людей. Именно об этом говорит первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая на церемонии открытия нового центра государственных и муниципальных услуг. Искренне от всей души поблагодарю людей, которые создали условия для муниципального учреждения, которое должно эффективно и качественно помочь жителям нашего города получать услуги. Без очереди, без суеты, с хорошим настроением, в удобное для них время. Важность события подчеркивает руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края. В этом году по поручению Александра Николаевича Откачева мы уже третий открываем, начиная с июля месяца. И очень радостно, что с каждым днем мы все больше и больше приближаемся к показателю, который нам установил президент Российской Федерации Владимир Владимирович 90%. И сегодня, с открытием этого многофункционального центра, город Анапа, муниципальное образование полностью выполняет требования указа. Вопрос о переезде важнейшего учреждения на новое место назрел давно. Старое помещение, в котором МФЦ был прописан с 2010 года, иногда с трудом вмещало всех желающих. Только с начала этого года центр принял 72 тысячи анапчан. Новое здание просторное, светлое и оформлено в новом фирменном стиле. Поменять бренд, но не свое назначение. Сегодня Анапский многофункциональный центр предоставляет 171 услугу. Здесь можно оформить материнский капитал или пенсионные документы, получить разрешение на строительство, зарегистрировать право на земельный участок. Спектр услуг очень широк. Те, кто привык к сервису по принципу единого окна, сориентируются без труда. На входе установлен информат, который по запросу выдаст талон. Очередь регулируется автоматически. К оператору вас пригласят. Тех же, кому понадобится помощь, встретит администратор. Количество окон, а их в зале 38, дает все основания полагать, что очередей в новом центре государственных и муниципальных услуг не будет. Этот центр открыт, во-первых, здесь больше услуг. Во-вторых, помещение великолепно сделано. Удобно для жителей, удобное местоположение в городе. И не так тесно, как с вами. И не так тесно, да. Ну, спросите у жителей, они с вами есть. Еще, если будет маршрутка дополнительная, то будет очень здорово. А так хорошо, да. Маршрутка будет. Очень красиво. Комиссию в Азианцево. Смысл всего этого, чтобы не ходили люди от одного учреждения, в другом учреждении и так далее, чтобы это все было возможно в одном месте. Одно опасение высказывают анапчане. Будет ли обеспечена транспортная доступность к новому зданию? Нас заверили, что проблема с автобусами до МФЦ не возникнет. В настоящее время добавлены автобусы по маршруту номер 2, который непосредственно подъезжает к новому зданию МФЦ. Также до здания МФЦ можно добраться на автобусах, следующих из 12 микрорайона, также из 3 микрорайона через центральную часть города. В сторону восточного рынка, также к новому зданию МФЦ. Двери Анапского центра государственных и муниципальных услуг открыты 6 дней в неделю. С понедельника по пятницу с 9 утра до 8 вечера без перерыва и в субботу с 9 утра до 2 часов дня. В Телега и Кадзор прошла краевая демонстрационная площадка на тему технологии выращивания салата в защищенном грунте. Мероприятие состояло из двух частей – теоретический семинар и практический выезд в тепличное хозяйство. Гости со всей Кубани приехали на краевую демонстрационную площадку в Анапу. Те, кто ведет личное подсобное хозяйство – руководители фирм и компаний, которые предлагают свои услуги по строительству теплиц и продаже семенного материала. Организовали площадку сотрудники администрации города-курорта совместно с информационно-консультативной службой Краснодарского края. На встрече рассмотрели основные вопросы по организации тепличного хозяйства, строительству недорогих теплиц, технологии выращивания салата, экономической эффективности производств и мерах государственной поддержки, оказываемых тепличным хозяйством. После теоретической части семинара все участники отправились к ФХ Арташе Сокобеляна, где посмотрели на практики технологии выращивания салата в защищенном грунте. Арташе Сокобелян занимается овощами второй год. Его тепличное хозяйство занимает площадь в полтора гектара. Это уже четвертый урожай в его бюджетной теплице. Стоимость такой теплицы около 400 рублей за квадратный метр. Учитывая то, что 300 рублей получают субсидии с квадратного метра, то один квадратный метр обходится всего в 100 рублей. Это не такие большие деньги, это то, с чего можно начинать свой бизнес. Территорию проведения мероприятия выбрали не случайно. На долю трех сельских округов Анапы, Первомайского, Приморского и Гокодзорского приходится 85% построенных теплиц. Сегодня активно используют государственную поддержку в виде субсидий на строительство теплиц. Сегодня можно получить до 300 рублей за один квадратный метр построенных теплиц. И за время выделения субсидий в наше муниципальное образование в 9 раз, это с 2008 года увеличились площади теплицы. И на сегодняшний день 122 тысячи квадратных метров составляют. Следующая краевая демонстрационная площадка на тему агротуризм на Кубани состоится в Анапе 28 ноября. Выездной прием граждан провел глава города-курорта Сергей Сергеев. В станице Анапской за помощью и разрешением спорных вопросов к Сергееву обратились 12 человек, еще 15 – к заместителям главы. Станичники также получили консультацию у специалистов выездной приемной. Подробности в материале Натальи Змозговой. В фойе разговоры в полголоса. В кабинетах оживленные диалоги. Глава Анапы Сергей Сергеев, его заместители и руководители структурных подразделений городской администрации проводят выездной прием граждан в станице Анапской. Владимир Давыдов – пенсионер и полный кавалер ордена шахтерской славы. На встречу с главой курорта пришел не с жалобами, а с деловым предложением. Пенсия маленькая, хотя и шахтер, но пенсия не отвечает требованиям к сегодняшним ценам, будем так говорить, мягко вырагается. Поэтому я пришел первому попросить, может, кусочек земли, чтобы чем-то заняться. Мы не сдаемся никогда. Глава предложения выслушал и предложил компромиссное решение. Наталью Яковенко заботит проблемы здравоохранения села. Обратилась от имени жителей поселка, ведь проблема общая. УЗИ аппарат приобрести на нашу амбулаторию. Население у нас огромное, 20 тысяч населения. Здесь округ Анапский, сельский. И поэтому пришла с просьбой, уже сколько лет он сломался, неудобно в город ездить, старикам, детям. Население огромное, поэтому нужен этот аппарат, необходимость. Глава пообещал, говорит, кстати, нужно этим заняться, приобрести. Но, говорит, и человека, который будет на этом аппарате. Людмила Понасюк предложила сделать остановочный павильон на пересечении улиц Мира и Лермонтова. Расстояние померили, да? Но раз есть остановка сама, раз автобус там останавливается, раз люди собираются, то пусть она хоть через 10 метров от другой остановки крыша должна. Я так думаю. И то, что они пишут, тут нерационально, там 400 метров положено. Ну, давай автобус, пусть за 400 метров останавливается. Остановка должна, если останавливается, то должна. Много людей там собирается? Много, постоянно. Десять? Ну, часами же мы не стоим. А, вот когда садимся, конечно, ну, чем до 10 человек. Нет, ну, можно остановку сделать такую, как это, помещение, а можно 5 раз больше. Нет, не надо нам такую большую. То есть, чтобы на городе как-то было. Да. Эльза Мельник пришла с инициативой восстановить пруд. Ну, здесь надо рационально подходить. То, что здесь должно быть, как бы, место отдыха, я с вами полностью согласен. Ну, а в каком виде, не обязательно же пруду. В кабинете, где вел прием Сергеев, часто звучали слова благодарности. Спасибо, конечно, прежде всего хочется сказать, что наконец-то уделяется внимание нашей станице. Ну, я думаю, укропу в целом. Ну, так как я живу тут в центре Ванапской, и, ну, результаты вижу. Все вопросы рассмотрели предметно и вдумчиво, расспрашивая детали и подробности, чтобы разобраться досконально. Строительство подземного перехода в центре станицы, остановочные пункты, расчистка ручья, организация места отдыха, газификация, обрезка деревьев – это далеко не полный перечень затронутых на приеме вопросов. И по каждому дан ответ. Жители 12-го микрорайона возмущены нарушением правил благоустройства в районе дома номер 33. Специалисты управляющей компании игнорируют обязанности по уборке прилегающей территории. Сотрудники управления муниципального контроля незамедлительно отреагировали на жалобы граждан. Плотный слой листьев, перемешку с грязью. Такое покрытие на стоянке для автомобилей. Ковер из листьев и на проезжей части. Несмотря на то, что вся территория курорта разграничена и за каждый участок отвечает определенная управляющая компания, по поводу уборки этой парковки в 12-м микрорайоне пока только споры. Хотя территория закреплена за управляющей компанией управления домами. Но убирать они ее не собираются. Я еще раз говорю, мы пять лет здесь не убирали и убирать не будем. Потому что это территория вот этого дома. Специалисты управляющей компании подали документы на пересмотр границ территории, за которые они отвечают. Бумаги официально не подписаны, проект границ не изменен. Но сотрудники управляющей компании на всякий случай по-прежнему не убирают дворовую территорию. Дом 17, дом 16, дом 45. Вот границы до деревьев как раз есть. И вот он забор. Вот это, по вот этот забор, это ваша территория. Специалисты управления муниципального контроля возбудили административное производство в отношении должностного лица директора предприятия. Подготовили пакет документов и направили на рассмотрение административной комиссии, где определят сумму штрафа. Продолжаем выпуск. Информационным сообщением от ОАО «Анапа Горгаз». Анапский участок ООО «Газпром» без регион «Газ» Краснодар обращается к потребителям природного газа в избежание ограничений поставки газа за неуплату или неполную оплату в течение трех расчетных периодов подряд. Потребителям Анапского региона необходимо в кратчайшие сроки погасить задолженность в полном объеме. Работы по приостановлению подачи газа за неуплату активизируются. На особом контроле состоят абоненты, которым были направлены уведомления по приостановлению и исполнению обязательств поставщикам газа. Уважаемые абоненты, не подвергайте себя риску и не вводите в себя и своих близких дополнительные расходы. На этой неделе профессиональный праздник праздновали участковые. Лучших в профессии отметили в крае. Анапчан пригласили в качестве почетных гостей и главных героев праздника. Если у Григора Антоняна звонит телефон, значит кто-то в беде. На сборы несколько минут. Григор полтора года работает участковым. В своем административном районе от улицы Новороссийской до улицы Тургенева он знает каждый закоулок. Общественность и жители района души в нем не чают. В моем расположении 9 домов. С участковым мы работаем вплотную. Мы по каждому вопросу стараемся звонить и на это реагируем. В своей победе на краевом конкурсе в номинации «Лучший дворовой комитет» жители отмечают большую заслугу своего участкового. С участковым мы очень тесно работаем. Всегда реагирует на все наши просьбы. Помогает, если какие-то у нас тут ситуации случаются. Вообще очень нравится нам с ним контактировать. Хочется пожелать ему успехов в его работе. И только чтобы у него были хорошие показатели. Мы его не будем подводить. Для Людмилы Шмаковой координатора западного микрорайона лучше помощника не найти. Человек дипломатичный, очень обязательный, быстро реагирующий на все ситуации, умеющий разговаривать с людьми, объяснить правильно ситуацию. Ему можно звонить в любое время. Всегда ответит. Мы с ним проводим подворовые обходы. Ходим по дворам, объясняем миграционную политику. Ходим перед Новым годом, обязательно о пожаротушении говорим. Также мы с ним много внимания уделяем санитарному состоянию города. С ним очень приятно работать. Помимо того, что он приятный как человек, он знающий. И я думаю, он очень перспективный парень. Самое главное в нашей профессии все делать сообща и поддерживать друг друга. Один в поле не воин. Хотя судьба участкового быть одному. У нас напарников нет. Люди разные, но в основном понимающие. Они оказывают содействие, помогают во всем. Делятся информацией, проблемами. Помогаем по возможности. В детстве Григорь хотел быть биологом. Но по примеру, дядя майора полиции в отставке поступил в Краснодарский университет МВД России. Работу свою любит. Знал всю сложность и специфику работы, но все-таки я согласился. Когда работу любишь, все складывается хорошо, все получается. Теперь он сам пример для младших братьев и сестер. Правда, своей семьей пока не обзавелся. Такую девушку надо найти, чтобы выдержала и понимала. У многих наших сотрудников есть. Жены, дети, понимающие. Ждут дома каждый вечер, несмотря ни на что. Несмотря на ночные дежурства и тревожные звонки. Работа у них такая. Людям помогать. Другим темам. Страусинная мама. Это определение очень точно характеризует женщину, создавшую у нас в городе ферму, произведению и выращиванию необычной для Кубани птицы. Вернее, сегодня страусы уже совсем не диковинка. Благодаря таким энтузиастам, как Татьяна Семенихина, мы имеем возможность познакомиться с заморской птицей поближе и с прекрасной семьей, которая может послужить хорошим примером для многих. Татьяна объединила вокруг своего бизнеса всю семью. Сегодня ей помогает муж и старшая дочь. Настя не по годам трудолюбивый и ответственный человек. Да, я помогаю и как бы в основном уже сейчас стала взрослее и больше стала понимать, что помогаю маме и как бы больше стала этому уделять времени. Поняла, что гулять это потом, а сейчас надо помочь маме. Воспитывает Татьяна своих детей по тому же принципу, что когда-то и бабушка, кто не работает, тот не ест. Принцип справедливый, но покажется ли он современным мамам допустимым? А вот Пелагея Михайловна Паршина, простая крестьянка, знала точно, что труд вообще определяет все хорошее в жизни человека. Это заслуга моей бабушки. Она меня научила трудиться, она меня приучила к сельхозтруду. И я ни капельки не сожалею, что работаю в сельском хозяйстве. Как бы я много работала и в торговле, и парикмахером работала. Но вот сельская работа, она дает ощущение удовлетворенности своей работы, дает результат, тот, который радует. Именно благодаря своему нелегкому, но любимому делу Татьяна встретила своего суженого на дороге. Началась по делу, автомобильная пробка остановила на пути к работе и Андрея на грузовике. Андрей попросил телефончик у обладательницы Васильковых глаз. И у Андрея, и у Татьяны уже были старшие дети. Они скромно расписались без пышных свадеб, и теперь это большая дружная семья. Забота-то добавила, но шаг к своей заветной мечте Татьяна все же сделала. Получила диплом юриста и ребенка родила, как и обещала мужу. Уже расставив все приоритеты, поняла, что ферма, семья уже как бы дороже моей мечты работать в суде. А ведь совсем недавно она, высокая и стройная красотка, мечтала стать моделью и училась в модельном агентстве Ильяр в Краснодаре. Для наряда понадобились страусиные перья. Поехала за ними на страусиную ферму. Был процесс инкубации, то есть когда страуся уже из яйца вылуплялись. И один страусинок вылупился с деформированной ногой. Ну и работники фермы сказали на выброс, то есть собакам. А у меня как-то вот прям все внутри перенулось. Я говорю, подарите мне его, не надо его собакам. И вот они мне его подарили. Я его выходила. Получился огромный красивый страус, самец. Петруша вырос на бабушкином подворье в огромного страуса. Нашли ему пару. Из первых 30 яиц вывелись в старом холодильнике, переделанном под инкубатор страусята. Люди приходили поглазеть со всей Новотитровской. Так родилась идея фермы, где сегодня туристам, кроме омлета из огромных страусиных яиц, предлагают... Страусбургеры. Страусбургеры. Сами придумали? Сами придумали, да. Очень молодцы. И пользуется она большим спросом, да? Очень, да. Пользуется спросом, потому что это все-таки настоящее, экологически чистое мясо. Выращенные страусы уже это наши, анапские. И в наше время вообще котлета из мяса – это круто. Да, да, да. Круто и то, что дети Татьяны, имея в своем арсенале все, чего хочется современным детям, от айпэда с планшетом до желанных нарядов, зарабатывают на такие приобретения сами. Косят траву страусам, возятся с малышами, изготавливают и продают сувениры. Являясь настоящей королевой красоты, Татьяна Семенихина лучше себя чувствует успешной женой, мамой и бизнес-леди. Она, как золотая рыбка, исполняет многие желания своей семьи. В этом году на сельскохозяйственной краевой выставке ее ферма, в которую уже раз в своем кластере, вновь заняла призовое место. От девяти и старшей накануне Дня матери мы знакомимся с выдающимися нобчанками и особенными мамами. В семье Курдинович как раз одна из таких особенных мам. Мама-героиня воспитывает пять детей. Старшей дочери 31 год, младшему сыну 9. Анна Курдинович, еще и молодая бабушка, помогает растить пять внуков. Рината Кадырова познакомилась с этой семьей. Александр – учитель физкультуры. Анна – заведующая школьной библиотекой. А маленький Лев учится в третьем классе. Этих людей объединяет не только школа, но и общий дом. Семья Курдинович большая и дружная. Мама вырастила пятерых детей. Младший еще учится в школе. У старших уже своя семья и дети. Разъехались по всей России. Встречи стали редкими, но каждый раз очень тепло проходят. Александр не представляет и дня без своей жены. Она для него все – и опора, и надежный тыл. Это моя любовь. Без любви не было бы и детей. Дети рождаются в любви. Огромное спасибо, что она есть. Чувства не утрачены за это время, если даже не приумножены в каком-то смысле. Я не знаю, мы без друга не можем. Мы работаем вместе в одной школе. Лев начинает готовиться ко Дню матери за неделю. Делает открытки и выжигает для мамы интересные рисунки, которые обязательно порадуют и поднимут настроение самому близкому человеку в жизни. Я ее очень сильно люблю. Она меня тоже любит. Она меня кормит, меня родила, меня учит, как правильно писать, как рассказывать стихи. Я пожелал бы, чтобы она была красивой и жила очень долго. Для каждого из нас мама – самая лучшая и красивая. Она все умеет. А главное, она нас понимает, как никто другой. Дочилона ценит и уважает маму. Для нее она единственный человек на земле, которому можно доверить абсолютно все. И пожелания ко Дню матери самые искренние. Успехов на работе. Она работает с детьми, поэтому ей очень много терпения нужно. Терпения бы пожелала, конечно. А все остальное мы поможем добиться и сделать. Анна Курдинович поделилась с нами. Не всегда было все просто, но семья поддерживала. Когда узнали, что будет пятый ребенок, обрадовались. Дети младшего братика ждали с нетерпением. Счастлива и в гармонии с собой, и своей жизнью. Очень любит своих детей и внуков. Радуется каждой возможности собраться вместе. Если дети приезжают, то, естественно, я сижу и отдыхаю. Дети делают все за меня. Девчонки и убирают, и стирают, и готовят, и за детьми смотрят. Как бы мне хочется присоединиться к ним, а он не сидит. Ты уже сделала свое, все не мешай нам. Мы все сделаем сами. Очень приятно. Вы знаете, я прям отдыхаю душой и сердцем. Мой супруг меня всегда поддерживал. Я не помню, чтобы он меня когда-либо обижал. Я знаю, что я всегда у него на первом месте. Я и дети. Поэтому я считаю себя счастливой женщиной. Анна мечтает чаще собираться за одним большим столом, вспоминать веселые моменты из жизни и делиться впечатлениями. Но самая главная мечта – здоровье и счастливая жизнь детей. Напоминаем телезрителям, 22 ноября в Цибонобалке пройдет очередной в осенней серии «День здоровья». Пройти обследование, сдать анализы и получить бесплатные консультации врачей можно с 9 до 14 часов в сельском доме культуры. На прием при себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. В субботу, 22 ноября, в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 6-8, ночью 2 градуса тепла. Ветер северо-восточный 13 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 10 градусов. В воскресенье 23 ноября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 5-7, в ночь на понедельник 2 градуса тепла. Ветер северо-восточный 10 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 10 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин